Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Куркин Террасов, я ученик 4-го класса школы на высшем 41, а мне Сергея Сенина. И я хотела бы представить вам свой проект с 2017 года в Москве, где он был с рождения звука из ничего. Следующий человек, пожалуйста. Моему папе, как профессиональному музыканту, на день рождения подарили вот такой музыкальный инструмент. Целый год мы даже не задумывались, как, если просто вынести руку к антенне, может издаваться звук. Но тут вдруг, когда мы задумались и решили сделать по этому поводу проект. Так что наша проблема – это музыкальный инструмент, но не знание его устройства, не знание принципа работы, не знание вообще, что это такое. Следующий человек, пожалуйста. Объекты и предметы исследования. Объекты исследования – это, собственно, музыкальный инструмент, терминбокс. И предмет исследования – это строение терминбокса и принципы работы, то есть как можно издавать звук. Следующий человек, пожалуйста. Цель и задачи. Наш вопрос. Так как же звук может возникать без видимых эффектов, без видимых факторов для его наличия? Просто поднести руку к антенне, и все. Все. Наша цель – исследовать и понять принцип работы терминбокса. Задача – понять, что такое звук, и проиллюстрировать полученное знание на примере терминбокса. Следующий человек, пожалуйста. Методы исследования. Нам использовались такие методы, как анализ, стилус, абстрагирование, моделирование и эксперимент. Итак, терминбокс. Терминбокс, 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 или дословно голос терминбокс, был создан русским ученым львом терменом в 1919 году. На нем отсутствуют все привычные элементы музыкальных инструментов. На нем нет ни струн, ни клавиш, ни каких-нибудь молоточков. Есть только ручки, прокрутки, но и тон, а звук они практически не как и блиеры. Наш инструмент – это не оригинальный терминбокс. Это его, можно сказать, правду. Он гораздо меньше, и у него более широкий спектр возможностей. Можно менять темпы инструментов, можно менять громкость, можно использовать различные эффекты. Следующийся. Итак, звук. Как утверждает физика, звук – это колебание в какой-либо упробной среде. Например, космос, или, точнее, вакуум – это безводушная среда. И там колебаться нечего, поэтому нет звука. А вот водные просторы прямо до берега насыщены звуками. В земных точках это вовсе жить и в кипит, и в прямом, и в переносном смысле. Допустим, если мы постучим по доске, поверхность доски будет колебаться, и будет издаваться звук. На схеме, как вы можете увидеть, это частота колебаний звука. Низкий звук – более низкие колебания, высокий звук – более высокие колебания. Следующий. Итак, устройство торги-бокса. Заглянем внутрь нашего друга и выясним, как он работает. Мы видим два регулятора высокой частоты. Один и два. Не регулятора, а генератора. Генератор – это устройство, которое обязательно наш наимлиц создает, производит или, в нашем случае, генерирует. Генерирует оно частоту высоких колебаний звуков. Высокие колебания… Высокая частота колебаний звука. От этого генератора идет частота колебаний, и от этого. Она попадает в детектор. Детектор – это устройство, которое что-то распознает или вычисляет. Оно попадает в детектор, и детектор вычисляет разницу. То есть, разницу между этой частотой колебания и этой. Эту разницу он уже посылает в предварительный усилитель. А оттуда – усилитель мощности. В усилителе мощности есть диффузор, в котором есть специальное устройство. Оно колеблется и создает уже звуковую волну, которую слышим мы с вами. А это регулятор громкости. То есть, если положить на него руку, то все резко отключится. Поэтому нам нужны два усилителя мощности. Для человека, пожалуйста. И принцип работы. Чтобы получить звук, нужно преобразовать электрические импульсы в механические вибрации и направить их в воздух, чтобы их услышали уже мы. Итак, для создания электромагнитных колебаний используются два генератора. Один регулируемый, другой нерегулируемый. Детектор определяет разницу частот между двумя генераторами. Усилитель увеличивает амплитуду электромагнитных колебаний и передает ее вот сюда на громкоговоритель. Диффузор громкоговорителя вибрирует и создает звуковую волну. То есть, уже слышим мы и нами. Весь остальной процесс происходит внутри. И мы его не можем ни увидеть, ни узорить, если только разломать терминокс. Следующий слайд, пожалуйста. Тело человека — это проводник, то есть через него может проходить электрический ток. Движение рук исполнителя меняет емкость конденсатора. Конденсатор — это как аккумулятор, только менее мощный и с другим принципом работы. У него есть две стенки. Электроны пытаются протиснуться через него, но у них не получаются. И они скапливаются на одной стенке. Когда конденсатор больше не может принимать электроны на стенки и отключается, мы говорим, что он полностью заряжен. А вот эта антенна на самом деле не антенна. Это продолжение этой стенки конденсатора. То есть мы ставим руку, через нее проводится ток, и движение рук исполнителя меняет емкость конденсатора. Как если бы он крутил вот эти ручки. Но эти ручки совершенно не для этого, а для дополнительных материалов. Следующий лайк покажется. Итак, в результате. Благодаря подробному исследованию механизма Томинбокса мы поняли, что звук появляется не из пустоты, а посредством депрессивного образования разных видов энергии. Нам удалось установить. Томинбокс работает на основе двух генераторов, регулированных и нерегулированных, и двух усилителей. Один мы можем увидеть, а другой находится в глубине. А управляется благодаря изменению емкости конденсаторов, генератора и усилителя. Итак, нам удалось понять, как работает Томинбокс. Надеюсь, вы это поняли. Что такое звук, и как играется Томинбокс. Я вам сейчас покажу. В зависимости от того, как мы ставим руку, издается разный звук. Можно менять инструменты. Можно менять громкость. Можно добавлять какие-то эффекты. Следующий слайд, пожалуйста. Мы используем такую литературу, как детская энциклопедия в 12 томах, третий том вещество и энергии, советую всем прочитать, и музыкальная энциклопедия композитор.су. Следующий слайд, пожалуйста. Спасибо за внимание. Играешь ты на каком-нибудь музыкальном уровне? Я играю на музыкальном уровне, снимаю уже пятый год. В музыкальной школе. То есть, вы не только технический троман, но и чисто практический. Какой-нибудь музыкальный парень, ты пробовал сыграть на этом? Пытался сыграть Жилю, Бабуси, Два веселого гуся, хотя промахивался на всех нотах. Потому что этот трансформент очень капризный. Один элемент руку неправильно свинешь, и уже другая нота. Ну попробуй, точно покажем. Так, еще раз подключи. Тогда скажи, пожалуйста, для чего нужен этот инструмент? Инструмент нужен для усиления других, по-моему, даже. Для усиления каких-то эффектов, потому что сейчас самое дешевое средство использовать вот такие инструменты, это синтезатор. Но синтезатор тоже дорого стоит, и обычно он очень крупный. Адренитус это вот такое миниатюрное устройство, с которым, конечно, очень трудно совладать, но если ты с ним совладаешь, будет очень хорошо, ты сможешь играть разные мелодии. Сейчас, извините. Сейчас я меняю гамму за мажор, и строй мажорный. Алло, аппетит. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok